Всем привет! С вами Алиска Номерилов. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни и делаем его до катаклизма. Начинаем с частоты воздуха. И смотрите, здесь в Калифорнии что-то на юге как-то частота не особо. И вот в штате Нью-Мексико, судя по всему, здесь какое-то возгорание. И, кстати, на юге Флориды тоже, смотрите, это похоже на возгорание, тоже не запыление. Венесуэла, Колумбия в Южной Америке продолжает. И вот в центре Чили здесь, ну, похоже на запыление. То же самое здесь в Восточной Африке. Видно, как улучшается ситуация в Сахаре. Смотрите, всю пыль сдула. Такое ощущение, что весь песок улетел вот сюда, вот пошел на Ближний Восток. Смотрите, кстати, вот Раздан пишет, что температура резко поднялась после холодов в Израиле. Сегодня плюс 31, но все это время висит дымка, похожая на пыль. Да, абсолютно верно. Почему? Потому что вот здесь находится циклон, и он засасывает сюда вот всю вот эту вот пыль, как пылесосом. Понимаете, как пылесосом с Сахары, с пустыни Саудовской Аравии. Вот, здесь, кстати, в Персидском заливе так что-то и горит. И также вот здесь вот на юго-западе Украины. Вот. Ну и что? Можно поздравить. Сегодня, соответственно, сделали первая тридцатка в аэропорту в Ставрополе. Плюс 30 случилось. В Беслане плюс 31. Да, и сейчас сообщают новость, что плюс 32. Представляете, плюс 32. И при том, что вот здесь вот ноль у нас, вот здесь чуть выше. Соответственно, очень динамично идут процессы в атмосфере. И практически все пишут одну вещь, что очень сильный ветер. Очень сильный ветер. Вот. За исключением вот Пензенской области, где Ирина Устинова пишет, что был туман. А к вечеру туман пожелтел. А почему он пожелтел? Потому что пролетела сюда вот пыль с Сахара, понимаете? Вот этот желтый туман. Это как раз пыль. А вот Елена из Болгарии пишет, что ветер был такой, что даже птицы не летали. Понимаете? 7 баллов ветра. Вот. И Валентина считает, что пыль из Африки может быть, соответственно, вызвана остатками каммелы Биэла, которая посещает Землю и, соответственно, влияет на нашу планету. Но мы видим, что также и солнце сейчас не особо спокойно, да? И в Приднестровье вот Раиса Николаевна пишет, что жара плюс 26. Также гроза ожидалась. Ну вот, нормальная погода возвращается. Почему возвращается? Потому что мы видим, что сюда с Европы залетает сейчас холодный воздух. У нас снегопад шел больше суток, навалило снега. В горах там, мне кажется, метр снега навалило. То есть, прям такой вот декабрь, декабрьская погода была. Ну и в Украине Виталий пишет, что после обеда ветер сильный, небо мутное. И тучи пришли, 22 градуса, тепло. Ну а вот мокрый снег обещают Алексею в Иркутске на выходных. Ну вот, передаем от нас эстафеты. Я вчера бегал под мокрым снегом, но я, наверное, был единственный человек, который получал от этого удовольствие. Так, вот здесь на Балхаше мы видим, что-то подпалили. То ли камыши, то ли непонятно. Причем с двух сторон на Балхаше мы видим, что тоже. И смотрим, кстати, в Сибири. Это, кстати, Иркутская область. Здесь что-то опять возгорания какие-то пошли. И вот здесь в центре Сибири, на Ямале мы тоже видим. Но вот это вот понятно. Здесь палят траву. И здесь вот на Дальнем Востоке тоже самое, судя по всему. А в Китае здесь промышленность работает. Это, кстати, там что-то какой-то метан нашли над угледобывающей шахтой. Там какой-то повышенной концентрации. И вот Малайзия еще вызывает вопросы. Мьянма, Малайзия. Почему вот это? Что за локальные какие-то очаги мы наблюдаем? Вот. Так. Теперь давайте посмотрим осадки, где какие у нас происходят. Ну вот мы видим, продолжает заваливать снегом Францию, Германию, Швейцарию, север Италии. Ну, в Италии больше дождя. Мы видим там все-таки потеплее. То же самое на Балканах. И вот такая вот полоса гроз идет через Румынию, через всю Украину. Вот сюда вот. И видно, что на севере отличная погода, но немножко прохладно. А вот как раз граница проходит. Вот такой вот хвост растянутый. Да, от практически западной Сибири, через Урал. Кстати, Екатеринбург там тоже завалило. Тоже размещали люди фотографии. Вот. В Башкирии снег вот был, пишет. Посланница небес. Небес примерно плюс два. Вот. А Андрей Степанов радуется березовому соку. Ну, рад, да. Сейчас самое время. И, кстати, вот в Самарской области тоже пишут, что очень много снега. Славянский шкаф пишет. Ставень происходит плавно, постепенно. Вот. Спасибо вам большое за добрые комментарии. Теперь давайте смотрим в Сибири. В Сибири вот здесь по северу Куркутской области как раз снегопады. Как раз в том месте, где, кстати, возгорание. Не знаю, может быть потуже. Через Сибирь вот так вот проходит зона осадков. Плюс зона осадков вот так вот подошла к Дальнему Востоку. К Якутии, извините. И на Дальнем Востоке мы тоже видим в районе Камчатки снегопады. А над Японией, смотрите, установилась область высокого давления. То есть у них прекрасная весенняя погода получается сейчас. А над Тибетом область низкого давления. И над Северной Индией, кстати. Так, давайте теперь посмотрим у нас Папу Индонезию. Ну, здесь традиционно все без изменений. На юго-востоке Австралии здесь вот циклон. Никуда он не хочет уходить. Понравилось. Ему стоит на одном месте, крутится и слабеет потихонечку. Циклон у нас вот здесь вот у Запада Канады, в Аляске. Маленькие циклоны находятся в центре Канады, вот в районе Великих Озер и Великих Равнин США. Вот здесь на Мексиканском заливе мы видим сильные грозы. А чем они связаны? Это с тем, что это хвост. И хвост идет аж сюда, аж сюда. Вот в район Ньюфаунленда циклон. И отсюда вот дотягивается его хвост. Также мы видим большие осадки происходят в Восточной Гренландии и чуть восточней Гудзоновой заливы. На юге Чили мы видим прорываются осенние дожди, заливают и в том числе и прилегающие районы Аргентины. В Южной Африке кое-где дождик, но в целом без каких-либо серьезных эксцессов, как говорится. Давайте теперь посмотрим, что интересного нам будет ожидать ночью. Ну вот область низкого давления, она покинет Украину и переместится в сторону Поволжья, а ожидается гололед. Будьте осторожны, мощнейший гололед ожидается в прилегающих территориях. Хвост идет сюда, в сторону Каспии. Но в этих регионах, это Оренбургская область, Самарская, так понимаю, будет больше дождя, чем снега. Такое потепление, по сути, идет. В Сибири интересно, что прямо через область высокого давления, вот этот хвост просачивается сюда, к циклону, который находится уже в Южной Якутии. По сути, вот такие метаморфозы происходят. Ну и в Штатах более-менее прекрасная погода. На Западе, вот Канада немножко и на Востоке здесь осадки. И вот штат Флорида, здесь грозы связаны с этим, с хвостами. Но вот завтра эти хвосты уже вылезут отсюда, зато придут новые циклоны. Опять в сторону Ванкувера, опять там будет заливать, в горах засыпать снегом. И продолжится вот этот циклон. Его не пускают, вот этот антициклон. Видите, он не может отсюда сдвинуться. А в Европе осадки прекратятся завтра, но будет холодно. Видно, что прям холодный воздух опускается. Вот он идет от Гренландии, вот такой вот. И, кстати, он пойдет же и в Восточную Европу. Видно, что уже снегопады будут на Западе Украины. В Румынии даже будут снегопады. И мощные снегопады вот придут на Урал. Так что, если вы думаете, что у вас все потаяло, то в район Перми, я думаю, Пермь будет получать наибольшее количество, также на Вятке, возможно, осадки. Ну, может быть, частично в Павлове. Так, давайте посмотрим еще. Теперь понедельник, что у нас интересно. Он здесь будет на Западе Канады. Здесь будет в районе Южного Урала, Западной Сибири осадки. И вот так вот через Сибирь будет доходить до Восточной Сибири такая полоса снега. Практически от Новой Земли до Байкала будет доходить вот такой полосой. И в районе Магаданской области на побережье мы видим тоже довольно-таки сильные осадки. Так, давай теперь посмотрим температуру. Где какая температура сейчас у нас наблюдается. Мы видим очень мощный вынос тепла вот здесь на Кавказ. Конечно, за одну неделю там, наверное, просто организмы в шоке. Реально в шоке, потому что, ну как, с минусовых температур сразу в плюс 32 попадать. Но это тяжело. И движется все это до Пензы где-то, да, где плюс 15. А в Казани, смотрите, уже плюс 1 градус. Нижний Новгород плюс 1, Москва плюс 1, Тула. Представляете, какие перепады. То есть 15 градусов, хотя расстояние не такое уж и большое. А чуть южнее, так вообще по 30 градусов, за 20 градусов, да, вот такая вот идет полоса жары. Вот, ну, видно, что эта жара имеет происхождение вот отсюда, с Саудовской Аравии. Она идет через Ближний Восток, вот сюда, через Турцию, раз, и перескакивает через горки Кавказа Западного. И идет, соответственно, в Поволжье. Ну, и Восточная Украина тоже пока получает тепло. А в Киеве тоже плюс 6, Львов плюс 4, в Пинске всего плюс 1. Вот такая вот разница температур. Ну, сравните, вот, допустим, сейчас температуры, которые в Берне, 0 градусов, да, или вот Южная Франция, Виши плюс 3, в Андорре, так вообще минусовые температуры. Очень холодно, очень холодно в Европе. То есть март был прекрасный, а апрель наверстывает упущенные для зимы. Так, ну, относительно тепло сейчас у нас в Сибири. Мы видим на Сибирске плюс 2, на Парнауле плюс 3. Заносит мощно вот сюда, в Абакан, смотрите, 12 градусов. Какой-то локальный микроклимат, связанный, видать, с котловиной. Вот, и плюс 12 отмечается. Для сравнения, Красноярске плюс 2, то есть не так далеко. В Иркутске плюс 3, а в Якутске минус 2 всего. То есть, ну, отличная погода. Смотрите, мороз сейчас в районе Магадана и Магаданской области. Вот здесь минус 20, Средний Колымск минус 22. Вот здесь сейчас можно найти его логово. На Дальнем Востоке потихонечку тоже приходит зима, хотя, весна, извините, но хотя температура около нулевые. Так, теперь давайте посмотрим завтра, что интересного будет. Ну, вот здесь проникновение тепла идет в США, в Канаду западную. Морозы отталкиваются далеко на север, практически выше 60-й широты, за исключением вот здесь вот восточной части, где за счет циклона сюда тоже проникновение прохлады происходит. И северо-восток США получает холод. Смотрите, как холодно будет ночью сегодня. Просто опускается вот такой вот со Скандинавией мощнейший холод. Вот сюда, в сторону Испании. Видно, что все покроется минусовыми температурами, включая Великобританию. И даже с севера Алжира, Марокко. Тепло же будет продолжаться в Поволжье сюда заносить, да, со Средней Азии будет тепло. В сторону Южного Урала заходить и Западной Сибири, Юго-Западной Сибири будет тоже тепло. Так, ну давайте посмотрим завтра. Завтра будет мощная жара выше 30 градусов точно в Туркменистане, может быть, в Азубикистане. И в Казахстане будет тоже отличная погода, так же, как и на Южном Урале. Возможно, на Южном Урале будет больше, чем плюс 10 градусов. Давайте посмотрим. Ну, здесь прогноз такой аккуратный. В Оренбурге плюс 12, а вот в Челябинске, в Екатеринбурге плюс 5, плюс 6. Ну, тогда отпишитесь, как там по факту произошло. Достигло ли 10 градусов. А мы давайте посмотрим теперь 11. 11 у нас апреля. Здесь, видите, резкий перепад температур на великих равнинах США, что говорит о том, что опять, вероятно, серия торнадо. Вот здесь, видите, поднимается жара со стороны Техаса, и со стороны Колорадо опускается леденящий холод. Вот он идет через Канаду Западную и сюда проникает. А в Европе возвращается весна, наконец-то. Вот, надеюсь, что уже безвозвратно. А в Восточную Европу здесь опять приходит холод с Турцию на Ближний Восток. Смотрите, опускается опять холодный воздух. Вот, но здесь уже Ирак, Саудовская Аравия разогреты, поэтому такого холода, как было, уже не будет. И мы видим теплый поток воздуха идет со Средней Азии в сторону Южного Урала, в Южную Сибирь, в Центральную Сибирь, и даже поднимается вот сюда, в сторону Таймыра. То есть идет довольно-таки мощное потепление. Ну, а с вами был Алекс, канал Берилапши. Отличного прожения! Субтитры сделал DimaTorzok